Показать пример честной конкурентной борьбы. С таким напутствием Владимир Путин обратился к участникам праймерис. В среду в Центральном исполнительном комитете правящей партии состоялась видеоконференция с первыми лицами государства. С президентом и премьер-министром страны пообщались все участники предварительного голосования от Камчатки до Калининграда, в том числе и куряне. У главной партии страны уже есть опыт проведения предварительного голосования, отметил Владимир Путин. Но в масштабах всего государства это происходит впервые. Я очень рассчитываю на то, что это будет хорошим способом, хорошим инструментом поиска новых, перспективных, интересных людей, политиков, которые сделают свой первый шаг на предстоящих выборах и будут работать дальше на благо всего общества. В целом по стране свои кандидатуры выдвинули более трех тысяч человек, многие в политике новички. С самыми активными участниками первые лица государства познакомились лично. Две тысячи человек приблизительно это члены партии и около тысячи человек это беспартийные. Поэтому тут такой есть баланс, но те, кто симпатизирует курсу «Единая Россия», курсу президента и готов тоже участвовать в политической жизни. Экономика, социальная политика, медицина. На видеоконференции обсуждались вопросы, которые волнуют население. Понять, на чем важнее всего сконцентрировать усилия, будущим кандидатам помогают и куряне. Сегодня необходим партийный проект. Это малые города, которые являются центром того или иного района, они сегодня, конечно, требуют внимания. У нас был проект и моногородов, есть у нас и выделение субсидий для областных центров. Курские участники видеоконференции признались, общение с первыми лицами государства их вдохновило. К заветному 22 мая готовятся намеренные с удвоенной силой. Напомним, те, кто победят в предварительном голосовании, будут представлять правящую партию на выборах в Государственную Думу, которые пройдут 18 сентября.